Световозвращающий материал был изобретен в 1939 году. Изначально технология применялась для обозначения контура грузового автомобиля, но достаточно быстро стала использоваться в одежде. Для того, чтобы отреагировать на пешехода, появившегося в свете отраженных фар, требуется не менее двух секунд. Проблема в том, что в темное время суток пешеходы не видны, особенно если на них темная одежда. Исследования, проведенные сотрудниками ГИБДД России и их зарубежными коллегами показали, что при применении светоотражающих элементов на одежде количество ДТП в темное время суток уменьшается в 6,5 раз. Это происходит из-за того, что водитель успевает раньше увидеть пешехода. Фликеры заметны с большого расстояния, и предпринять необходимые меры водитель может успеть. При включенном ближнем свете пешеход, одежда которого имеет светоотражающий элемент, заметен с расстояния 150 метров, при дальнем свете от 300 метров. Для того, чтобы избежать трагедии, этого расстояния вполне достаточно. В условиях недостаточной видимости в темное время суток рекомендуется пешеходам в населенных пунктах иметь светоотражающие элементы. Вне населенных пунктах в обязательном порядке изменением законодательности ПДД обязывает пешеходов носить и применять светоотражающие элементы. Обязательно они должны быть видны и значимы для водителей, которые примещаются на транспортном средстве. Инспекторы ГИБДД рекомендуют использовать фликеры даже на летней одежде, особо подчеркивая ее необходимость для детей. Подобная одежда доступна в российских магазинах. Многие производители предлагают купить детские футболки, отличный принт, модный фасон и фликер станет не только элементом безопасности на дороге, но и яркой деталью гардероба. Стоят такие фликеры около 100 рублей, но сегодня инспекторы раздают их бесплатно. Главная значимая цель, чтобы все-таки граждане, особенно юные участники дорожного движения, понимали, что вот эти элементы, светоотражающие элементы, в темное время суток, они для них обязательны, они для них важны, они для них значимы и незаменимы. Напомним, с 1 июля прошлого года в России вступил в действие закон, согласно которому пешеходы при переходе дороги или движению по обочине должны использовать светоотражающие элементы или фликеры в одежде. Особенно это касается детей, для которых фликеры выпускаются в форме наклеек, значков или декоративных элементов сумок.